попробую вам все-таки заснять видео с ответами на вопросы я надеюсь что этот звук вас не сильно будет бесить потому что ну дураки вообще выходной день и они тут черти что устроили в общем я хочу вам вот что сказать хочу в этом видео ответить на кое-какие комментарии вопросы в комментариях которые вы мне задавали вот я уже пыталась снять такое видео и формальные обстановки неформальные мне ничего не нравится поэтому я его переснимаю у нас прям такая вообще метель началась итак первое давайте о сравнении винипега и торонто меня уже не раз просили сделать такой такой видео я не буду делать такого видео по многим причинам во-первых у меня остались винипеге какие-то друзья знакомые родственники так далее кому там нравится как бы проблема просто в нашу нам-то мне понравилось что вот мы поэтому сюда и переехали да поэтому я не буду делать сравнения если вам интересно почитайте в интернете что такое винипег что такое торонто что вообще ну как бы чем отличаются эти две провинции потому что у них ну как бы да направленность что ли промышленные разные так далее ну просто для общего развития может быть вы там чего-нибудь поймете но видео такое я делать не буду также меня спрашивали сколько по времени сколько по времени у меня спитборе днем 2-3 часа сейчас уже 2 то есть наверно он может спать и 3 но я его всегда бужу потому что иначе в общем мы выйдем так сказать из нашего режима и вечером его вообще будет не уложить спать вот что еще то я вам хотела сказать я кстати хочу сказать что я еще планирую снять видео о моей системе fly леди я его давно обещала я сделаю но честно говоря что-то прям настолько мне тяжело дается сесть днем и снять видео потому что в это время у меня борис есть и сейчас спит и как правило я сплю вместе с ним и это просто какой-то кошмар и я понимаю то есть как бы я понимаю что мне это надо сделать потому что я обещала и мне самой хочется но сил вообще нет и честно говоря прихожу в когда мне родится 2 ребенок как я буду снимать для вас видео поэтому если я пропаду на какое-то время это не значит что я пропала все с концами значит что все меня накрыло но я обязательно возьму себя за рога и в общем да и все для вас буду снимать поэтому я пока никуда не пропадаю если меня долго нет это значит что в общем я сплю вот реально прямом смысле слова я лежусь в этот момент так и теперь про прививки собственно это видео в основном посвятим им меня спрашивали точнее как мне написали такое письмо что-то типа того что кажется девочка была из украины на украине официальный план торчит официальный план план обязательный план прививок это 16 16 прививок для ребенка да и она спрашивала как я отношусь к прививкой к прививкам делаю ли я их и вообще сколько официально вот нужно делать их в канаде обязательно потому что как ей кажется 16 это очень много и как вот была такая у него фраза где уж тут что-то там здоровым быть или как-то так ну я так понимаю чтобы это имелось ввиду что прививки дети переносят по-разному и многие плохо на них реагируют давайте я сразу скажу свое отношение к прививкам я за прививки я их делаю сама я в детстве не переболела некоторыми болезнями точнее вообще ничем не болел типа ветрянки краснухи кто краснуха болела то есть такие вот болезни детские их у меня к ним нет иммунитета я сама думаю сделать прививки от них вот потому что мне стрёмно у меня дети растут к я не хочу этим болеть я знаю что есть люди которые против прививок я с ними никогда это не обсуждаю я не говорю что делаете ля ля и так далее это выбор каждого если вы считаете что их нужно делать вы должны делать если вы считаете что их не надо делать по каким-то причинам там не знаю какие то что аутизм развивали по мне читал статью некоторые вакцины еще чего-то и так далее не делайте я сама считаю что их нужно делать и в принципе я не понимаю как их можно не делать то есть если наука идет вперед до цивилизации все идет вперед и вас хотят как бы до уберечь от каких-то болезней я не понимаю почему их не надо делать это принципе на мой взгляд хотя повторюсь я это не обсуждаю с людьми которые думают по-другому потому что это их личное дело ради бога вот но мне кажется знаете так как это такой же вопрос как рожать дома или рожать без анестезии я помню когда я готовила с первым родом я вычитал на форумах что оказывается есть женщины которые отказываются от анестезии но они там одни это объясняет тем что вроде как это вредно для ребенка там или для нее и не знаю для кого от врачей ни разу не слышал что это вредно вот и типа вот мы от этого поэтому отказываемся но есть и другая категория женщин но это мне кажется уже когда проблема с головой а таких оказывается много с рождением детей становится которые объясняют тем что я не буду делать себе анестезию потому что я должна прочувствовать эти вот муки всю эту вот эту дрянь потому что я же мать я должна как бы да возвести это в ранг подвига ну короче какая-то полная чушь что если говорить обо мне я рожала без анестезии по мне так мои роды пошли совершенно обычная нормально я не знаю вот я даже сегодня обсуждала с подружкой мне даже нечего ей было рассказать я ничего не помню ну все как у всех мне казалось пришел положил полежал стало там хуже хоп ушел родил все типа того но у меня быстрые были роды 9 часов поэтому возможно так у меня ничего не успела завпечатлиться и том я рожала без анестезии не потому что это было какое-то мое убеждение как раз просила мне сделать анестезию на тот момент когда я уже сказал господи поднимите зад врачи и сделайте мне анестезию ко мне подошли сказали упси уже поздно да уже рожаем вот ну как то так как то еще меня немножечко недосмотрели назовем это так да поэтому мне кажется если люди да врачи наученые что-то создают для того чтобы облегчить вам жизнь не надо себе придумать геморрой назад до пользуйтесь этим это мое личное мнение если вы считаете по-другому ради бога не надо мне под видео писать что вы думаете по-другому вы меня не переубедите а только бумажку помараете и мне не знаю там рейтинг видео добавите да вот эти отрицательные комментарии вообще класс странные люди вот дальше по поводу переносимости прививок да во первых не все прививки дети переносят плохо я не знаю детей которые бы все прививки приносили плохо как правило это кдс про кдс я чаще всего слышу да мой ребенок тоже был не в себе три дня но как бы не знаю я готова потерпеть как бы да и вот эти вот это даже не мучение ну что это ну температура повысилась но он конечно же был очень нервным и таким каким-то вообще просто просто был не в себе вот но я готова это потерпеть я думаю что он маленький он тоже это потерпит но это будет ему в дальнейшем как бы до гарантия того что он не заболеет какой-нибудь одной из этих болезней ну дальше да в сознательном уже возрасте там или даже просто в детском поэтому мне кажется прививки делать нужно хоть их там будет сто пятьдесят шесть надо к тому же вы же их не делайте все сразу вам нужно какому-то определенному возрасту сделать 16 этих прививок там да по моему в россии я ничего не посмотрела точно сколько в россии надо бы делать в канаде я знаю больше чем в россии по моему положено обязательно делать еще не была у врача здесь такие супер мега очереди к врачам вот поэтому я буду делать все вот все что обязательно я буду делать все ребенку первым втором третьем десятому себе постараюсь тоже сделать какие-то дополнительные прививки я не знаю буду советоваться с врачом, подумаю, что там нужно, что не нужно, может быть, что-то сделаю дополнительное. Пока не в курсе. Но мне кажется, что, ну, как бы это мое мнение, повторюсь, я не призываю к этому всем следовать и для всех это так делать. Я считаю, да, раз уж у меня спросили, что прививки делать надо, и если вы переживаете, как это, за иммунитет, или даже не за что, как бы, так сказать, за что же вы переживаете-то, что у вас ребенок будет болеть все время, да, но как бы даже не болеть, да, он же не болеет, когда вы ему делаете прививку, он как бы, этот иммунитет вырабатывает иммунитет, тавтология к нему, поэтому он себя может, ну, как-то недомогание какие-то быть. Мне кажется, что это не страшно, и это вполне терпимо по сравнению с тем, что потом вдруг он у вас заболеет какой-нибудь ветрянкой. Ну, ладно, ветрянка это еще, что уж, пусть болеет. Хотя, по-моему, сейчас уже стали делать прививки от ветрянки, от кори, и от чего только не делать. Каким-нибудь столбняком или его собаку укусит, да, и он там чем-нибудь от нее заразится. Вот зачем вам это? Сделайте прививку и будьте спокойны. Раз меня спрашивали, я ответила. Вот, это про прививки. Поэтому мое отношение однозначное надо делать, и как бы, мне вообще кажется, что вот на любое действие, да, которое мы делаем в жизни, обязательно есть мнение, что это плохо. И здесь уже ваше дело, что вы выбираете. То есть, допустим, ты куда ни плюнь. Я вот, допустим, сейчас изучаю тематику хорошо ли это, когда ребенок спит с вами в кровати. Боря с нами не спит, он уже спит в отдельной кровати, но первое время, первые полтора года даже, по-моему, он спал с нами, там, с нами, или даже больше со мной, потому что муж у меня был здесь, значит, я была там, в кровати, да. И как бы я не сильно парилась, поэтому я говорю, да я сейчас не сильно парюсь, просто на самом деле я считаю, что ребенок должен спать отдельно. Но моя лень и все такое, вот это вот нежелание вставать ночами, что-то там делать, вот мне проще было спать с ним. И я сейчас изучаю эту тему. И, конечно же, одни говорят, что что вы, это такой инстинкт, да, вот, в общем, вся вот эта вот байда про то, что нужно спать с ребенком. Обязательно. Обязательно есть мнение, что вы что делаете, вы там, я не знаю, вы губите там личность своего ребенка, он у вас потом будет там, не знаю, у него будут проблемы со сном и так далее. Он должен всегда спать в отдельной кровати. И так, мне кажется, на все. Вы просто выбираете какое-то направление, которому вы следуете, да, и все. И идете по нему. Так и прививки. Либо да, либо нет. Я за прививки, поэтому я и делаю. Вот, что-то я еще хотела вам интересное сказать. Забыла. С памятью с моей... У меня вообще проблема с памятью, с логикой, вообще с мозгами. Я не знаю, мне кажется, только... Ну, я знаю, что вообще беременность, она всем по мозгам-то дает, так сказать, в отрицательном смысле, но мне прямо она вообще вышибла их напрочь, все мои мозги, остатки моего мозга. В общем, что-то я много разболталась. В общем, да, если что, пишите мне какие-то вопросы или что-то еще под этим видео. А, я правда не знаю, будет ли смотреть этот... Ой, я забыла, что там был за вопрос. Меня спрашивали про гражданство Канады. Про гражданство мне спрашивали Канады. Честно говоря, мне много задают вопросов про Канаду, причем вопросов таких, которые либо я на них отвечала в своих видео, либо откройте интернет и прочтите. Вот, да. Что-то меня спрашивали про гражданство Канады. Сколько надо прожить, что ли? Я не понимаю. И, типа, знаете, там, я буду ждать ответа. Откройте интернет и прочтите. Вот правда. Я просто не знаю, как иногда на такие вопросы отвечать. Или там... Ну, вот, вы понимаете, про какого плана вопроса я говорю там, да, я не знаю. Вы меня поняли. Мы люди умные, вы меня поняли. В общем, просто если что-то можно найти в интернете и посмотреть, да, надо искать. Не надо вот это вот вешать на других людей, чтобы они вот там за вас что-то искали. Возьмите и посмотрите. Такова моя жесткая позиция. Вот. Всем большое спасибо. Доболтала чуть много всего. Наверное, видео получится дурацким. Вот. Всем большое спасибо за внимание. Еще раз вас с праздниками, чтобы они у вас проходили хорошо. Я знаю, что в России праздники еще длятся. У нас уже давно рабочие дни. И с грустью в сердце я вспоминаю 10 нерабочих дней в России. И по ним очень скучаю. Вот. Ну, давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok